МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для меня главное то, что эта работа, она по-настоящему очень интересная работа. Так что, помимо престижа, это действительно очень интересное дело. Действительно, дипломатическая служба – это одна большая семья. Они очень близко друг к другу. И они иногда имеют больше вместе между ними, чем с их соотечественной камерой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В старину на Русине слишком жаловали иностранцев. И жили они вот здесь, в слободе, называемой Немецкой. Правда, той слободы не осталось. Сгорело от злых московских пожаров. А эту строили уже при Петре Великом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Становление наших отношений с немцами было довольно, я бы сказал, противоречивым. Хотя, если мы все вспомним историю нашу, все иностранцы на Руси именовались немцами, поскольку они не могли говорить по-русски, и были сложности для их взаимопонимания с коренными жителями. Они были купцы, они были размышлены, и, мне кажется, они просто пригласили сюда, потому что их таланты тогда очень хотели. Костомаров рассказывает, Московская Яусская слобода населялась более и более немцами, которые обогащались продажей водки и меда, спесивились и роскошествовали до соблазна. Жены их стыдились носить не бархатное или не атласное платье. Они имели церковь и, хотя жили особенно, но свободно и дружелюбно сносились с россиянами. Петр Первый и с голландцами дружил, и с немцами дружил, и с шотландцами. Пристрастие к женщинам немецкой национальности – это его личное дело. Но, тем не менее, с немцами в период Петра сложились отношения, а потом... Династические игры Петра после его смерти обернулись для России неожиданной проблемой. Его внук, 12-летний Петр Второй Алексеевич, провозглашенный императором, умер через два года, и династия Романовых по мужской линии прекратилась. Тогда выбор пал на Анну и Анну, племянницу Петра Первого от старшего брата Ивана. Она к тому времени успела овдоветь. От Анны и Анны потребовалось немного. Править вместе с Верховным Тайным Советом, без его согласия не начинать войны и не заключать мира, не выходить замуж и не назначать преемника, а главное – не привозить в Москву своего фаворита, графа Берона. Анна согласилась. И поступила ровно наоборот. Прибыв в Петербург, упразднила Верховный Совет. Кого сослала, кого казнила и объявила, что возвращается к Петровским порядкам. Для этого в Россию прибыли немцы. Армией стал командовать фельдмаршал Миних, коллеги иностранных дел – граф Островар, коммерц коллегии – барон Менгден, металлургической промышленностью – Шемберг, академией наук – Шумахер. И над всеми возвышался фаворит императрицы – граф Берон. Анна Иоанновна выполнила только одно условие – не вышла замка. После Петра, после, особенно, Екатерины Первой, Россией правили по существу немцы. На русском троне Романова – это фамилия, а сидели только немцы. А сами немцы, между тем, перессорились между собой. Вот тогда-то, наконец, и русские при дворе встрепенулись. Ночью 25 ноября 1725 года гвардейцы Преображенского полка на руках внесли переодетую в мужское платье дочь Петра Елизавету в Зимний дворец. Немецкая партия была разбита. Елизавета садится на престол. Немецкое влияние заканчивается. Но не заканчиваются интриги вокруг престола. Немецкая династия сыграла свою роль. И здесь решающим событием стала война с Пруссией, которая началась при Елизавете Петровне. Прусская дворянца обратилась с просьбой принять Восточную Пруссию под покров Российской империи. Елизавета Петровна была близка к заключению крайне унизительного мира для Германии. Но Елизавета умерла. И пришел к власти Петр Третий, который сразу же отменил все решения по территориальным вопросам, принял за образец личность Фридриха, вруссию перенесли и форму, и методы обучения солдат, и муштруи, и все прочее, и прочее. Но поклонник Фридриха Великого на троне долго не задержался. Он был убит. И императрицей стала Екатерина. Да, Екатерина Великая, дочь немецкого князя, конечно, принадлежит к великим правителям 18 века. Она проводила политику модернизации России и присоединения к Европе, что особенно заметно при взгляде на немецко-русские отношения. При Екатерине Великой в российской дипломатии появляется целое созвездие имен. Но при всех дипломатических успехах императрицы Россия для Запада оставалась все еще загадочной азиатской страной. Разгром наполеоновской Франции вывел Россию в число европейских лидеров. И в Берлине появляется русское посольство. Николай I, путешествуя по Европе, должен был остановиться в какой-то резиденции, а по тогдашним правилам императору не полагалось останавливаться на постоялом дворе. Он должен был жить в своем собственном доме. Был куплен очень красивый дворец на центральной берлинской улице и примыкающая к нему земля. Ну вот мы с вами стоим у входа в современное российское посольство в Берлине. Это главная берлинская улица, которая в свое время называлась Липовой аллеей, сейчас улица Унтерден-Линден, самая оживленная магистраль Берлина. В этом месте традиционно располагались четыре посольства. Как бы посольский квартал. В 1748 году революция снова прокатилась по Европе, задев на сей раз и Германию. В эти бурные годы в захолостном Штутгарте служил посланником 50-летний русский князь Александр Михайлович Корчаков. Здесь с ним и познакомился молодой немецкий политик Отто фон Бисмарк. Бисмарк очень скоро оценил блестящее знание русского князя и просил стать его наставником в дипломатии. Кто тогда мог подумать, что эти два знакомца в скором времени будут определять внешнюю политику всей Европы? В это время союз немецких земель больше был похож на лоскутное одеяло из крупных и мелких немецких княжеств. Два крупных государства входят в этот союз Пруссия и Австрийская империя Габсбургов. Проиграв Крымскую войну, Россия оказывается на обочине европейской политики. Вот тогда-то канцлером и министром иностранных дел становится Александр Михайлович Горчаков. Вот здесь, в этом здании, и находилось Министерство иностранных дел. Будучи опытным политиком, Горчаков пытался вывести страну из международной изоляции. Россия поддержала стремление прусского канцлера Отто Бисмарка к объединению германских земель. Эта дипломатическая поддержка помогла Пруссии одержать победу в войнах Стании, Австрии и Франции. В ответ Бисмарк выступил на стороне России в вопросах о нейтрализации Черного моря. Став премьер-министром Пруссии, Бисмарк начинает целеустремленную работу по укреплению военной мощи Пруссии. Главное – воссоединение всех княжеств, если понадобится – железом и кровью. Он обладал выдающимися дипломатическими способностями. Объединение Германии в 19 веке было действительно тяжелым делом, так как оно могло разрушить сложившееся к тому моменту равновесие сил. В 1870 году достаточно было незначительного предлога, чтобы Бисмарк объявил войну Франции. Победа оказалась легкой. Германия присоединила Эльзас и Лотарингию, добилась выплаты крупных репараций. В честь этой победы в Берлине был воздвигнут памятник. Не слишком большое достижение искусства, но очень популярный в Германии. Это было хорошее время наших отношений, потому что особенно Бисмарк, конечно, очень тщательно всегда смотрел, что отношения с Россией были хорошие и были спокойные. Мне кажется, он очень ответственно относился к этому, потому что он знал, что Россия для судьбы Германии, для судьбы Европы всегда играет большую роль. Горчаков немедленно воспользовался этим обстоятельством, чтобы разорвать позорный для России Парижский мирный договор, подписанный после Крымской войны. И ни одна страна не посмела тогда возразить России. Это был блистательный триумф дипломатии Горчакова. Вершиной расцвета этих отношений был тандем Бисмарк-Горчаков, когда Бисмарк пришел к выводу, в интересах немцев никогда не ссориться с Россией. Пока Россия и Германия будут сотрудничать, мир в Европе и будущее Германии гарантированно. На этом месте, недалеко от цирка, находился железнодорожный вокзал, где встретился Горчаков и Бисмарк. Бисмарк сказал, что он остается неизменно преданным русскому царю, что он смотрит на тесные согласия с Россией, как на единственную разумную политику для Пруссии, что Пруссия никогда не забудет оказанных ей во время войны с Францией услуг. Было подготовлено, а позже подписано, военное соглашение между Россией и Германией. Бисмарк когда-то был дипломатом в Петербурге и, живя в центре Европы, стремился к европейской стабильности. И он пришел к выводу, что в Европе не может быть стабильности без России и ее вовлеченности в европейские дела. Но дальнейшего усиления Германии никто в Европе не хотел. Вскоре после убийства Александра II 83-летний канцлер России ушел в отставку. Отношения между Германией и Россией продолжали ухудшаться. В 1890 году умирает покровитель Бисмарка, император Фридрих Вильгельм I. Начинается новая эпоха в развитии Германии. Вильгельм II сразу же уволил Бисмарка и проразгласил. Существует то, что сейчас называют глобальной или геополитической концепцией на Западе. И начались колониальные воли Германии, снова начались выковываться планы экспансии на Восток. Но вот Франция и Великобритания заключают договор. Антанте кардинале. Сердечное согласие. Позже названы у нас Антанты. И для немцев становится почти очевидным, что воевать Германии придется на два фронта. Это была ошибка, которую Бисмарк всегда хотел не допускать. Что Германия находилась в положении, где она имела противники на Западе и на Востоке. Это среднее положение Германии. Это был всегда кошмар Бисмарка. Антанта и Россия ведут себя тоже не самым миролюбивым образом. И мир неизбежно катится к войне. Скажем прямо, до сих пор правдивую историю Первой мировой войны не написано. Потому что историю Первой мировой войны писали победители. И победители, естественно, обозначили одного виновника этой войны. Это Германия. Она должна была быть наказана, она должна была платить репарации. Главным итогом Первой мировой войны стала гибель сразу трех великих империй. Россия, Австро-Венгрия и Германия. В России власть захватывают большевики. 8 ноября 1917 года народным комиссаром по иностранным делам становится Лев Троцкий. И через две недели предлагает немцам перемирие. Предложение сепаратного мира ставило союзников России в крайне сложное положение. В 1918 году, когда встал вопрос о заключении нашего мира с Германией, мы просто были не в состоянии воевать ни экономически, ни политически, ни социально. Россия слишком много отдала. Русский солдат был пушечным мясом. Первым декретом о мире вооруженные силы Советской России были расформированы. Это не был призыв так абстрактный, давайте дружить. А это было первое в мире решение, когда страна, призвавшая отказаться от насилия и войн, распустила свои вооруженные формирования. Другого такого примера в жизни нет. В мае 1918 года Троцкого на посту народного комиссара по иностранным делам сменяет Чечерин. 6 июля заговорщики убивают в Москве германского посла Мирбаха. Советская Россия снова оказывается на грани войны с Германией. Гигантскими усилиями и унижениями Ленину и Чечерину удается предотвратить разрастание конфликта. В 1922 году Ленин получил официальное приглашение на конференцию европейских государств в Геную. Но он был уже тяжело болен, и советское правительство, сославшись на то, что итальянская страна не гарантирует Ленину безопасность, отправило в Геную делегацию во главе с Чечерином. Ленин снабдил Чечерина очень точной инструкцией. Действительные впечатления можно произвести только сверхнаглостью. Так, на международной арене появилось совершенно новое государство, политика которого отвечала интересам только одного класса, если принимать марксистское определение классов. Пока в Геную критиковали большевиков, они вели тайные переговоры с Германией. И как гром среди ясного неба, в предместье Генуи, Рапало, был подписан советско-германский договор. Дальнейшие переговоры западных стран с Советской Россией стали бессмысленными. Это был договор между двумя государствами, исключенными из европейского сообщества. Германии, как проигравшей войну, и России, как предавшей союзников по Антанте. Это был первый крупный успех советской дипломатии. После Рапало в течение двух лет Советская Россия установила дипломатические отношения со многими государствами. До 1932 года в отношениях с Германией не было ни одного серьезного конфликта. Успешно развивается торговля. Немецкий экспорт в СССР способствует восстановлению тяжелой промышленности Германии. Но 30 января 1933 года рейхсканцлером Германии становится Адольф Гитлер. На международной арене Германия ведет себя все более вызывающе. Требует равноправия и категорически отказывается от разоружения. В конце концов Гитлер вышел из Лиги Наций и отказался от Версальского договора. Народный комиссар Литвинов выступил в Лиге Наций. Мир неделим, и все пути к нему выходят на одну большую широкую дорогу. И нет безопасности, пока не обеспечен мир соседей, ближних и дальних. Успехи и поражения советской дипломатии в предвоенные годы, а затем и в военные годы были исполнены подлинно шекспировского драматизма. Позже Черчилль писал, Советы не были брошены на чашу весов против Гитлера. К ним отнеслись безразлично, чтобы не сказать пренебрежительно. События развивались так, как будто бы советская Россия вовсе не существовала. Сталин нам этого не простил. К концу 30-х годов СССР вошел в число немногих стран, определявших мировую политику. Тогда-то во главе внешней политики Сталин поставил своего ближайшего соратника Молотова. Уже глубоким стариком Молотов признавался. «Свою задачу я видел в том, чтобы как можно больше расширить пределы нашего Отечества. И кажется, мы со Сталином неплохо справились с этим». Увы, под этими словами мог подписаться Риббентроп, с которым Молотов и решал, как разделить Европу. Как решал Молотов, он рассказывал сам. «Я выполнял очень твердый курс. Министр иностранных дел Латвии приехал к нам в 1939 году. Я ему сказал, обратно вы уже не вернетесь, пока не подпишете присоединение к нам. С Польшей мы так не могли поступить». В конце августа 1939 года Риббентроп прилетает в Москву. Пакт о ненападении. Пакт Риббентропа-Молотова. Это стало сигналом для Гитлера. Можешь начинать. «На Западе это вызвало шок. Даже при том, что тогда не были известны секретные протоколы о разделе Польши, все поняли, что Сталин освободил Гитлеру тыл. Избавил его от забот о войне на два фронта. Гитлер мог совершенно спокойно воевать на Западе, и Сталин был спокоен». Этот пакт, конечно, был отрицанием приличных отношений в Европе, потому что это были два сверхдержавы, которые сверху разделили мир между ними. Разделили Польшу в пятый раз. Давали Бальтистские республики и Финляндию Россию. Россию нам давала, Румынию. Вы знаете, это был знак диктаторов. Через неделю после подписания пакта Германия напала на Польшу. Англия и Франция объявили войну Германии. Вторая мировая война началась. 17 сентября 1939 года в Польшу вошли части Красной Армии. Советский Союз тоже стал участником Второй мировой войны. В ноябре 1940 года народный комиссар Молотов едет в Берлин. Германия уже завоевала несколько стран Западной Европы. Советский Союз – несколько стран Восточной Европы. Хмурым дождливым утром 12 ноября поезд советской делегации подошел к Ангальскому вокзалу Берлина. Под сводами вокзала непривычно звучала мелодия интернационала. Вскоре после полудня советская делегация отправилась в имперскую канцелярию на первую встречу с Гитлером. Гитлер пытался втянуть советскую сторону в переговоры о разделе наследства Британской империи. После скучных и бесплодных словопрений Молотов отправил в Москву телеграмму. «Принимают меня хорошо. И видно, что хотят укрепить отношения с СССР». Сталин ответил. «Твое поведение в переговорах считаю правильным». Как только Молотов уехал из Берлина, Гитлер дал приказ готовить план нападения на СССР. Знаменитый план Барбароса. Были ли события двух последних лет перед войной ошибкой советской дипломатии? Нет единого мнения на этот счет. Но война Германии с СССР стала неизбежной. И она началась на рассвете 22 июня 1941 года. Но когда нам рассказывают, что союзниками Гитлера были около 30 государств, и вся Европа воевала против нас, то стоит лишь назвать эту всю Европу, чтобы стало понятно, что за союзники были у Гитлера, и сравнить их с нашими союзниками. Нацисты совсем переоценили свои силы, свою позицию. И они просто не видели достаточно ясно, какой потенциал имеет Германия, и какой потенциал имеет противники Америки, Англии, Франции, Советский Союз. Вы знаете, это просто совсем фальшивая оценка отношений сил в Европе и во всем мире. И в том, что нашими союзниками стали именно эти страны заслуга не только объективных обстоятельств, но и заслуга советской дипломатии тоже. А может быть, дипломатии в первую очередь. Германия проиграла Вторую мировую войну, но обрела выгоду, какой не получала за всю предыдущую историю. Она зачеркнула свое прошлое и получила совершенно новую ориентацию. Более полвека в Германии обсуждается тема Второй мировой войны. И она до сих пор не отпускает нас. Она значима и из-за своего ужасающего поражения, и из-за ужасных преступлений, и из-за разрыва в нашей истории. И без этого невозможно понять, почему у нас снова есть государственное единство, но так и нет единства внутреннего. Судьба Германии после войны решалась на конференции в Потсдаме. Были решены вопросы о суде над военными преступниками и о репарации Германии. Поразительно, но требования СССР оказались в несколько раз меньшими, чем требования, например, Англии, на территорию которой действительно упало много бомб, но не ступил сапог ни одного немецкого солдата. Я пережил конец войны в Берлине, и я очень хорошо помню мою реакцию на решение Потсдамской конференции. Я думал, у нас не будет больше никогда солдат. А кто этого хотел тогда в Германии? Нам запрещено спреть строить военные заводы? Само собой разумеется. Мы потеряем территорию, так и должно быть. Обещание единства Германии было для меня решением первостепенной важности Потсдамской конференции. В директиве американскому командованию 10 мая 1945 года отмечалось, Германия оккупируется не ради освобождения, но потому, что она является побежденной враждебной страной. Советское правительство формулировало задачу иначе. Сталин в обращении к советскому народу сказал, Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. И все-таки Германия оказалась разделенной на протяжении почти полувека. Почему и как это произошло? В июне 1948 года вокруг Берлина советские войска усилили контроль и охрану зональной границы. По существу это была блокада западного Берлина, хотя советское командование это отвергало. Оно заявило, что готово снабжать западные секторы города продовольствием. Блокада была необычной акцией. Появилась угроза столкновения между вчерашними союзниками. Началась война нервов. Руководители трех союзных держав уже были готовы уступить, но командующий американскими частями генерал Клей настаивал на сопротивлении. Ответ союзников был беспрецедент. Трумэн создал воздушный мост между западным Берлином и западной оккупационной зоной. По этому мосту ежедневно доставлялись тысячи тонн продовольствия. Военные бомбардировщики непрерывной чередой взлетали и садились на аэродром. По тем временам это была фантастическая операция. И когда было ясно для Сталина, что они не могли выиграть, они окончили этот плакат. Это был первый шаг Запада, защищая свои права в Средней Европе. Это было начало постановления доверия между, особенно, Америкой и Западной Германией. И из-за этого эта берлинская блокада имеет очень значительную политическую важность. И Сталин дал приказ Чуйкову отступить. Но с того времени воссоединение Германии стало делом нереальным. В память о тех событиях в Берлине установлен знак, мало похожий на обычный памятник. Сталин ошибся. Сталин ошибся еще и потому, что он пропустил или не понял, что попытка голодной блокады повернула немцев в сторону Запада. Он также пропустил или не понял, что во время этой голодной блокады бывшие враги Германии стали друзьями. И тогда впервые в американских газетах появились позитивные по отношению к немцам заголовки. В мае 1949 года западно-германский Лангтаг принял Конституцию, а 20 сентября была образована Федеративная Республика Германия. Через полмесяца, 7 октября, была создана Германская Демократическая Республика. Ее президентом стал Вильгельм Пик. Уже через месяц в Берлин прибыл советский посол Пушкин. После войны, естественно, встал вопрос о здании нового посольства. Весь Берлин был разрушен. Возник вопрос, где его строить. Заложили Сталину. Сталин ни секунды не колеблясь сказал, что посольство должно стоять на историческом месте, именно там, где оно было всегда. И второе его указание, он поручил построить посольство, которое представляло бы державу победителя, и посольство, которое было бы достойно Германии. Огромный комплекс был построен за очень короткий срок. Он несет на себе, конечно, отпечаток того архитектурного стиля, который был свойственен той эпохи. Пойдемте, пожалуйста, наверх. Парадная лестница. Черный мрамор. Есть легенда, по которой этот мрамор привезен сюда, в Берлин, для того, чтобы здесь был изготовлен памятник победы нацистской Германии. Сейчас из этого мрамора сделана лестница. И сделано это, конечно, тоже неспроста. Это тоже символика. Входящие должны идти по этому мрамору, который предназначался для чужой победы. Но победа была на другой стороне. Сооружая столь помпезное посольство, Сталин, возможно, думал, что когда-нибудь оно станет посольством Советского Союза в единой Германии. Так и произошло. Но Сталин ошибся. Столицей Западной Германии стал Бонн. Это был выбор 70-летнего Конрада Аденауэра. Не случайно тогда было принято решение Аденауэром перевезти столицу Германии в Бонн, в маленькую деревню на самом западе Германии, для того, чтобы оттуда потом легче можно было вернуться в Берлин. А если бы столица после Второй мировой войны переместилась бы из Берлина во Франкфурт, в Мюнхен или в Гамбург, или в Кölн, как тоже кое-кто предлагал в Германии, тогда бы в 90-м году немецкая столица бы не вернулась бы в Берлин. Аденауэр выступает в Бундестаге. Я, канцлер ФРГ, позабочусь о том, чтобы ни социал-демократы, ни коммунисты больше никогда не пришли к власти. Через два года после избрания канцлером Аденауэр становится еще и министром иностранных дел. Его главная цель – вернуть Германию в мировое сообщество. Если я о Аденауэр, то я думаю, что, конечно, тоже. Размышляя об Аденауэре, я хочу сказать о двух факторах. Первое. В 1955 году Аденауэр установил отношения с Советским Союзом, так как понимал, что дипломатические отношения – это инструмент. Но он не использовал этот инструмент, и первые советские послы в Бонне жили там в определенной изоляции. Во-вторых, он вернул в Германию десятки тысяч военнопленных. Аденауэр не скрывал своей прозападной ориентации. Не забывайте, говорил он как-то президенту Франции Деголю, что я первый немецкий канцлер, который во голову угла ставит единство Европы, а уж потом своего собственного государства. Я готов пожертвовать немецким воссоединением, если мы создадим и войдем в сильный западный лагерь. Конрад Аденауэр был первый политик, который действительно в открытую заявил, что он не проводит политику немецких национальных интересов, а он первый политик, который проводит интересы будущей Европы. Он сумел подружиться с французами. Вокруг Франции и Германии Европа начала объединяться, и после окончания Холодной войны расширяться дальше на восток. И любой немецкий канцлер, и Аденауэр, и после него, говорят одно и то же, что цель немецкой политики построить объединенную Европу. В 1953 году, сразу после смерти Сталина, начались волнения в Восточном Берлине. Повод был незначительный, но коммунистическое правительство ГДР заявило, что народ недостоин их доверия. Великий драматург Бертольд Брехт предложил тогда правительству ГДР распустить народ и выбрать себе новый. Западный Берлин стал головной болью для руководителей ГДР. В самой сердцевине советского блока существовало смотровое окно и свободный проезд из социалистической Германии в капиталистическую. И ежегодно ГДР теряло людей. Сколько? Например, только в 1950 году удрали в свободную Германию 2 миллиона человек. И тогда случилось чудо. За одну ночь вокруг западного Берлина была воздвигнута железобетонная стена с колючей проволокой. Знаменитая Берлинская стена, ставшая на долгие десятилетия символом советского социализма. Непосредственный шок тогда испытали те, кто жил в Берлине или поблизости от Берлина. Они вдруг оказались в разделенном городе. И я думаю, с точки зрения ГДР и тогда еще Советского Союза возведение стены было совершенно необходимо, так как число беженцев уже увеличилось настолько, что без прекращения этого потока государство прижило бы непременно экономический коллапс. Президент США Джон Кеннеди приехал в западный Берлин, чтобы поддержать немцев. Сегодня я берлинец. Я берлинец. После того, как эта стена в 1961 году, в августе 1961 году была построена, действительно, раздел Германии стал уже для многих вечным. Отсюда, со смотровой площадки гигантской телебашни, жители восточного Берлина могли видеть близкую и уже недоступную для них жизнь западного Берлина. В 60-е в Германии усиливается влияние социал-демократов, во главе которых стоит влиятельный бургомистр западного Берлина Вилли Брандт. На посту бургомистра западного Берлина Вилли Брандт стал символом сопротивления советскому режиму. К появлению Берлинской стены он отнесся философски. Мы должны научиться жить со стеной. Нам надо спокойно и основательно подумать о том, чтобы сделать ее прозрачной. Ее нельзя устранить. Она должна стать ненужной в рамках более крупного процесса. В 1964 году Брандт возглавил СДПГ. А вскоре социал-демократы впервые вошли в правительство Большой коалиции. Брандт стал вице-канцлером и министром иностранных дел. А в 1969 году возглавил правительство ФРГ. И начал новую восточную политику. После появления стены вопрос объединения Германии стал исчезать из повестки дня в переговорах между Востоком и Западом. Идея Бранда выглядела парадоксальной. Коль скоро надежда на Запад завела страну в тупик, нужно искать объединение Германии путем примирения с коммунистическим миром. Нужно признать ГДР, согласиться с границей по Одеру Нейса, улучшить отношения с СССР. Правые обвинили Бранда в предательстве национальных интересов, распродаже национальных ценностей. Брандт и его статс-секретарь Эгон Барр действовали умело. Эгон Барр – это вообще легенда наших отношений. Он написал огромное количество книг, статей. Я уж не говорю о том, сколько он вложил труда в четырехстороннее соглашение по Берлину, вообще в восточную политику Германии. Мы со всей жестокостью были отброшены к реальности, пониманию, что войны за Берлин не будет, что стены нельзя устранить насильственным путем, нужно смириться с реальностью существования ГДР. Брандт, если хотите, благодаря стене, пришел к мысли о том, что если нам никто не помогает убрать эту дрянь, то, по крайней мере, мы должны попытаться сделать ее прозрачной. Снежинки падают, как символы России, снежинки падают на западный Берлин. Мы получили в жизни то, что мы просили, но всех нас с прошлым разделяет битый клин. И я по стеночке хожу, да все туда гляжу-гляжу, а мне оттуда ни ответа, ни привета. Политика политикой, но жизнь текла по своим законам. И те, кто не хотел жить при социализме, платили жизнями за свое стремление к свободе. И все-таки в 1971 году было подписано соглашение четырех держав, гарантировавшее свободу западного Берлина и доступа Запада в город. Брандт просто не мог по-другому действовать. Он, наоборот, своей политикой, так же, как и Шмидт после него, и Коль, старались вблизи два государства облегчить жизнь восточной Германии простому народу, для того, чтобы создавать предпосылки и всегда воспользоваться шансом для соединения, что Коль в свое время после падения стены очень умело сделал. Дипломатические отношения с СССР резко улучшились. В 1970 году между СССР и ФРГ подписан московский договор о нерушимости границ в Европе и отказ от применения силы. В 1971 году Бранду присудили Нобелевскую премию мира. А затем произошла катастрофа, неожиданная и нелепая. В 1974 году в окружении Бранда был арестован шпион из ГДР. Разгорелся страшный скандал, и Вилли Бранд вынужден был уйти в отставку. Бранд несколько раз приезжал в СССР и после отставки. Когда в 1990 году рухнула Берлинская стена, он активно включился в политическую жизнь ГДР, чтобы решить вопрос объединения Германии. Вилли Бранд скончался в 1992 году. В Берлине существует политический центр имени этого выдающегося государственного деятеля 20-го века. В 80-х наступило время больших перемен. Германия снова стала единой. Рано или поздно это все равно бы произошло, но Советский Союз снова потряс мир непредсказуемостью и лихостью, которая не свойственна большой политике. Были сделаны с российской точки зрения сейчас колоссальные стратегические просчеты. Не договорились полностью о тех вознаграждениях, которые Россия должна была получить за то, что в течение нескольких месяцев полностью вывела свои войска не только из территории ГДР, но вообще всей Восточной Европы. Были очень быстро, наспех подписаны культурные всякие договора с Германией в 1992 году, которые сейчас обязывают Россию, потому что она подписала эти документы. Были ли эти просчеты и ошибки неизбежны? Или, как сегодня принято, можно найти крайних, чтобы примерно наказать их? Ну, посмотрите, что такое сегодня Германия. 85 миллионов человек. Огромный экономический потенциал. Ведь это же просчитывалось, что это будет. Просчитывалось, что резко возрастет политический вес Германии. Ведь мы с вами сегодня говорим 2001 год. А ведь тогда был совершенно другой период. Тогда еще был Советский Союз. Никто даже представить себе не мог в тот момент, что Советский Союз исчезнет. И просчитать все последствия объединения Германии, сложнейшей расстановке сил, было очень сложно. Этот драматический эпизод новейшей истории показывает, как дорого иногда приходилось платить за ошибки или просчеты дипломатии. Но история полезна уже тем, что, становясь прошлым, предостерегает нас от повторения ошибок в будущем. У Европы и у России колоссальный шанс, что в главе российского государства появился молодой, динамичный политик, президент, который интересуется по-настоящему внешней политикой. У него есть видение внешней политики. Он прожил большую часть своей профессиональной жизни за границей. В этом плане его можно сравнять только с Петром Великим или с Лениным. Исторические аналогии всегда рискованы. Вряд ли второму президенту России сильно польстит сравнение с германофилом Петром и с сомнительными контактами Ленина с Кайзеровской Германией. Но хорошо известно, что Германия не чужая страна для президента Путина. Вот первая встреча здесь, в Германии, в Берлине. Видно было, что Шрёдор к этой встрече не готов. Его помощники, видимо, недостаточно объяснили ему, что перед ним будет сидеть другой человек. Человек, который будет детально знать вопрос. Человек, который будет детально знать, чего он хочет получить от своего собеседника. Человек, который на память будет оперировать цифрами, фактами. В конце концов, человек, который сам прожил достаточное количество лет в Германии, который свободно владеет немецким языком, и который улавливает нюансы того, что ему говорят сам, а не через переводчиков. Путин пошёл в атаку. Путин начал говорить о том, как он видит состояние наших отношений, чего он хочет от Германии, от Европы, что он может предложить Германии и Европе. Следующая их встреча произошла в этот же день, но вечером. И за эти шесть часов, которые прошли, Канцер проделал колоссальную работу. Он подготовился к разговору. Между ними образовалась какая-то невыразимая словами атмосфера и понимания, и доверия, и интереса труда. Но подлинной сенсацией стало выступление президента Путина в Бундестане. Выступление иностранного лидера в Бундестаге – это событие исключительное. Идея предложения о выступлении исходила от немцев. Это было предложение канцлера. Они очень надеялись на то, что это выступление будет произнесено на немецком языке. Выступление, как вы знаете, было комбинированным. Начал Владимир Владимирович по-русски, затем перешёл на немецкий язык. А вот после выступления была встреча Владимира Владимировича с руководством Бундестага, с председателем, со всеми заместителями, с руководителями фракций. Были приглашены члены комитета по международным делам Бундестага. Очень живая и интересная встреча была. Путин, выступая в Берлине с длинной и очень важной речью, действительно помог нам. Когда сказал, вы теперь нормальное государство, так вы и должны теперь действовать. Я действительно очень рад, что наступает время, когда на фоне многообразной истории с её высотами и глубинами, сотрудничеством и противоборством появились союзники, между которыми теперь может возникнуть дружба, основанная на европейской стабильности и безопасности. Это и есть задача до середины нового века. И более того, это фактор глобальной безопасности. Старый человек и опытнейший дипломат, ставший живым символом ушедшей эпохи, с надеждой смотрит в будущее. И новое поколение дипломатов уверенно принимает эстафету. Я убежден, что нам очень нужно крепкое партнерство с Россией. Я вам скажу, почему. Потому что я это оцениваю на базу нашего опыта на Западе. Мы очень интересованы, что Россия развивается на тот уровень, это одна из причин, что мы действительно хотим развивать это отношение с Россией. Второе. Мы очень интересованы, что Россия есть солидное, стабильное государство. Германские инициативы российского президента стали сигналом к решительному повороту российской внешней политики. Ключи от холодной войны, ржавевшие в стальных сейфах, теперь выброшены на свалку истории. Впереди иные перспективы. Германия для нас, для России, это экономический партнер номер один. Мы очень хорошо чувствуем друг друга и очень хорошо понимаем, в чем состоят наши национальные интересы с обеих сторон. Очень прагматичные отношения. Между Россией и Германией нет вопросов, которые нас бы коренным образом разделяли, если говорить всерьез. Так может быть оставим в прошлом наши взаимные ошибки, обиды, недоверия? Оставим, чтобы двигаться дальше. Оставим, чтобы двигаться дальше. Редактор субтитров А.Семкин